Вот с такой зажигательной зарядки уже по традиции начинается профилактическая медицинская акция маршрут здоровья. Энергичные движения увлекают не только молодежь, но и представителей более старшего поколения. После разминки можно пройти непосредственно обследование, измерить свой рост и вес, узнать о правилах рационального питания, проконтролировать артериальное давление и уровень глюкозы крови, оценить состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Спасибо тому, кто сделал такую акцию. Просто можно пройти в выходной день многих врачей, в том числе и флюорографию. Действительно, маршрут здоровья проводится в субботние дни. Первая акция состоялась на улице Советской, вторая в культурном комплексе «Национальная деревня», третья в парке имени 50-летия СССР. В течение нескольких часов совершенно бесплатно горожан консультировали педиатры, кардиологи, неврологи, гинекологи, психологи и даже специалист по мужскому здоровью. Мужчины уже более заинтересованы. Интересный момент, что я вижу тех мужчин, которые приходили на первую акцию. Сегодня уже подходят с определенными советами. Интересный факт, что те мужчины, которые к нам обращались, они после этого к нам еще приходили в лечебное учреждение, где мы работаем. И уже более предметно мы с ними общались и выясняли те или иные отклонения и нарушения. По просьбам населения перечень специалистов и обследований был расширен. Уже во второй акции у жителей была возможность посетить офтальмолога, определить остроту зрения и измерить внутриглазное давление. Те люди, которые есть в наших поликлиниках и есть в наших стационарах, сегодня это только одна треть того количества людей, которым необходима на самом деле медицинская помощь. На самом деле это очень грустно. И вот подобные мероприятия, они призваны не только популяризировать, но вот даже выявить эти заболевания. Вот сегодня было уже порядка пяти-шести человек, которым я поставил диагноз предварительно глаукома. Кстати, во время акции у населения были выявлены и такие серьезные заболевания, как онкопатология. Некоторым были даны рекомендации пройти до обследования, в том числе и в туб-диспансере. Наши специалисты в полном составе. Это практически мини-поликлиника. Болеть не надо. Надо вовремя выявлять свои начальные признаки заболевания. И кроме того, планы наши будущие и витаминизация нашего населения. И мы хотим подготовить в октябре массовую иммунизацию против гриппа. И сейчас разрабатываем места, где мы все-таки должны выходить на улицу, на зарядки, на активное движение. И разговаривать с людьми один на один. Проблема первичного медицинского обслуживания пока сохраняется, к сожалению. На площадках маршрута здоровья работают не только медики. Так, на одной из акций к ним присоединились активисты регионального отделения Всероссийской организации «Матери России». Они провели мероприятие «Розовая ленточка», направленное на профилактику новообразований молочных желез. Эта акция тоже очень важна, потому что она призывает, чтобы женщины вовремя проходили маммографию, вовремя следили за своим здоровьем. Чтобы действительно очень важно, чтобы мамочки были живые, растили своих детей, любили жизнь и все у них было хорошо. Также во время акции можно познакомиться с особенностями скандинавской ходьбы, узнать о правилах дыхательной гимнастики, выучить фитнес-комплекс для занятий дома и получить еще много интересной и полезной информации о здоровом образе жизни. Я пожелаю всем оренбургцам здоровья и всегда посещать маршруты здоровья. Профилактическая акция продолжает свой маршрут. Следующая остановка состоится уже в ближайшее время в одном из районов области.